Здравствуйте, уважаемые зрители канала Протвиток. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владею личного подсобного хозяйства. Хоть за окном зима, но скучать некогда. Ведь приходит час черенкования хвойных растений. И сегодня я хочу поделиться опытом черенкования туи. Черенкованием можно размножать многие хвойные растения. В первую очередь это туи. Например, брабанты, либо смарагды. Это могут быть можжевельники, кипарисовики и даже ели. Единственное, что плохо размножается черенкованием, это сосна. Сосну размножают семенами, либо прививкой. Кстати, друзья, напоминаю, что узнавать новую полезную информацию про уход за растениями можно в удобном формате в наших каналах в Телеграме и Вайбере. Ролики, статьи, ответы на вопросы и общение с единомышленниками всегда будут у вас под рукой. Обязательно подпишитесь. Ссылки на каналы мы оставили в описании под роликом. Лучшее время для черенкования, для заготовки черенков это февраль месяц. Ведь в феврале начинается активное сокодвижение у хвойных. И при черенковании, при заготовке черенков будет хорошо образовываться калус и нарастать молодые корешки. Вначале приступаем к заготовке черенков. Черенки лучше всего заготавливать с молодых растений, с ветвей второго и третьего порядка. Черенки должны быть не слишком маленькими и не слишком большими. Оптимальный размер черенка 10-15 сантиметров. Черенки не следует срезать секатором. Их нужно обязательно срывать из дерева с пяточкой. Вот если взять такую веточку, можно заметить боковые ответвления. Нужно вот это ответвление сломать. И получается вот такой вот череночек с пяточкой. Если здесь осталась кора удлиненная, то ее попросту подрезаем секатором, чтобы получился аккуратненький череночек. Затем черенок берем и оголяем нижнюю часть черенка. Удаляем вот эту всю ненужную хвою. Вот получается вот такой вот череночек. Это уже готовый черенок для укоренения. Нужно сказать, что черенки не следует долгое время хранить. Чем быстрее вы сорвали, заготовили черенки, тем быстрее нужно приступить к их укоренению. Подготовленные черенки нужно замочить в растворе корнеобразователя. Например, это может быть корневин. Можно припудрить кончик черенка, а можно сделать водный раствор и поместить черенки на 10-12 часов в данный раствор. Когда черенки постоят в растворе, их нужно достать и подготовить следующие материалы для черенкования. Нам понадобится мох сфагнум. Я закодавливаю мох сфагнум самостоятельно в лесу. Он выглядит вот таким образом. Он влажный и уже не требует дополнительного замачивания. Если вы покупаете мох сфагнум в магазине, то обычно он продается в сухом виде. А значит его нужно замочить, увлажнить, чтобы он был во влажном состоянии. Далее нам понадобится отрезок клеенки, либо какого-то другого пластикового материала. У меня, например, это остаток от натяжных потолков. Вот такой ширины примерно 20-25 сантиметров. Ну и длина может быть любая. На данный отрезок мы застилаем слой мха. Затем берем наши черенки и нижнюю часть укладываем на мох. Когда черенки разложены, просто скручиваем весь этот материал в улитку. Затем перетягиваем веревкой, либо резинкой и помещаем в пакет. Все, наши череночки готовы. Затем эти черенки нужно повесить в прохладное место. Ну, оптимально это, конечно же, оконная рама. И там они будут висеть несколько месяцев. Во влажной среде, которой является мох, он, кстати, и защищает от различных заболеваний, гнили, потому что обладает антисептическими свойствами. Черенки сразу же не образуют корни. Они лишь нарастят калус. А может быть, появятся уже какие-то небольшие лишь корешочки. Через два месяца черенки образуют хороший калус. И их можно высадить в стаканчики на доращивание. Но можно черенки сразу высадить и в открытый грунт, если в вашем регионе уже через месяц-два почва оттала. Например, если мы начеренковали в феврале, то примерно к маю месяцу обычно уже нарастает калус, уже почва оттаяла, и черенки можно высадить в грунт. Но нужно учитывать, что растения еще самостоятельно слабо питаются, и хвоя может иссушаться холодными ветрами и весенними заморозками. Поэтому после посадки их в грядку, в школку на доращивание, обязательно такие черенки нужно притянить. А лучше всего укрыть белым нетканым материалом спонбондом. Поставить дужки и накинуть спонбонд. В таких условиях будет поддерживаться хорошая температура. Черенки будут защищены от иссушающих ветров и хорошо укоренятся. Сверху черенки после посадки лучше всего замульчировать. Например, это может быть сено, солома, либо кора хвойных пород. В итоге почва не будет иссушаться, и череночки будут хорошо развиваться, укореняться, будут образовываться корешки. И примерно через 2-3 сезона у вас будут уже собственные небольшие саженцы, которые вы сможете пересадить на постоянное место. Например, создать из них живую изгородь, сделать какую-то небольшую композицию на газоне, либо посадить около входа, сделать входную группу на свой участок. Как видите, способ черенкования хвойных растений не такой уж и сложный. Если вы попробуете начеренковать тую, укоренить их таким способом, то у вас обязательно все получится. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!